Следующий этап. Начальная школа разделяется как бы на два этапа. Там соединяется этап с 7 до 10 лет и дальше с 10 до 15. И в этом этапе с 7 до 10 развивается мышление человека, мы об этом говорили. А дальше опять, еще раз, всплеск сексуального развития. И вы знаете, это необыкновенно интересно. В этот период можно очень многое понять о будущем человечке. Я поняла в связи, когда уже проанализировала свою жизнь, что мне повезло, я родилась душа такого высокого как бы уровня духовного развития. И обычно об этом очень часто говорит еще и конституция человека. И сексуальное его развитие, оно должно начаться ну как бы вовремя, не раньше. Пропорции должны быть тела, гармоничный рук, ног, длина, там пропорции лица, размер груди у женщины, длина ног. Все это имеет значение, потому что по всем этим признакам можно уже увидеть уровень как бы духовного развития человека, с которым он пришел на эту землю. Я была тогда типаж такой вот современной молодежи, то есть я была выше обычного роста других, то есть метр семьдесят. Тогда были в основном лет пятьдесят, чем-то метр шестьдесят, чем-то там с небольшим. Я была из категории все-таки высоких девочек. Я была очень худенькая, с маленькой грудью, с пропорциональными, не длинными пропорциональными ногами, руками и так далее. И вот, вот этот период сексуального развития был для меня совершенно безразличен. То есть во дворе я видела совсем другую картину. И я такой была до этого возраста такой интервертированный ребенок, до вот этого вот созревания полового, глубоко интервертированный. Я вообще помнила только себя, внешний мир и даже одноклассников, кроме своей одноклассницы, одной Верочки Жилиной, подружки моей. Я, собственно, ни с кем не дружила и ни с кем особо не контачила. А вот потом проснулась моя экстравертированная натура. Вот это моя Жанна Дарк во имя других людей, идущая на Голгофу. У нас была учительница, сложная очень по русскому языку. Она совсем не преподавала, она просто приходила в класс, говорила, откройте учебники, прочитайте теорию, делайте упражнения такие, такие, такие. Тут представьте, мы вот так вот жили год, потом второй год. Русский язык просто вообще ни в какую был у всех с русским языком, то есть полный завал. Такой какой-то садист учитель была. И в результате я однажды встаю и говорю, мы уходим все из класса, давайте объявим ей бойкот, так больше невозможно. И, короче, мы ушли из класса. Потом директор школы нас приглашал и кричал, кто посмел увести класс с урока. И вдруг стою я, тихая девочка, которая ничем не отличалась, никогда, никакими лидерскими качествами. И он был потрясен. Когда он увидел, что это я увела, но они, видно, поняли, что это действительно серьезно. И этой учительницы уже в школе больше не было. Была другая учительница по русскому языку. И я стала таким образом неформальным лидером, что называют. Меня обожали одноклассники. Я просто росла всю школу в нескончаемой любви моих одноклассников. И мальчиков, и девочек. Все одноклассники, девочки, мальчики, мои мамы с папой были уникальными. Они всегда разрешали вот в этой квартире всем быть. Иногда на праздники нас собиралось до 20 человек. Вот. И мои родители просто уходили. И я даже брата толком не помню. Он всего-то на... по 3 года меня моложе. Он тоже где-то там встречался. Иногда в одной комнате его одноклассники, в другой комнате я со своими одноклассниками. То есть мои родители уникальны в этом плане. Просто уникальны. И вот формировались такие наши качества, экставертированные, любви к людям. И такой же мой брат. Он очень любил своих одноклассников. И я вам должна сказать, в это время складывается ваша натура, для чего вы пришли в этот мир. Если вы, например, вот в сексуальной сфере, вы такой сексуально озабоченный в то время были. У меня у нас во дворе был такой сосед внизу, которым мама была медсестрой. Но мы с братом тоже была акушерная мама. Мы не искали ее учебников. Он нашел учебник акушерства и во дворе нас образовывал. Показывал, как рождаются дети, как устроены половые органы там и так далее и так подобное. То есть ликбез шел во дворе. Я все там узнавала. Дома я ничего абсолютно не знала на эту тему. Но меня совершенно спало. То есть спала либидо. Я была абсолютно безразлична в этой теме. И как оказывается потом в связи с тем уровнем духовного развития, с которым я родилась, и о чем говорила моя конституция. Вот сексуально обычно озабоченным бывают и мальчики, и девочки, такие коренастые, с укороченными немножко ножками. Девушки с большой, выраженной, яркой такой грудью. Вот. И мальчики такие, брутальные такие. Вот. И у них вот эта сфера просто бушует. Уже с детства начинаем. Начинают щупать девочек, как у нас было во дворе. Я помню, была в ужасе от этого. Вот. Но поскольку у меня долго не было груди, меня не трогали, говорили, проходи. Вот. Я была так счастлива. Вот. И получается, что в это время у вас вы поймёте, на каком уровне вы были. Это есть средняя, сильная и слабая либидо у людей. Вот сильная у таких коренастых, средняя у тех, у кого всё пропорционально, а слабая у кого длинные ноги такие. Они такие, как бы духу ближе. Вот. И всё это Всевышний делает так, что он это демонстрирует через пропорции лица. И даже я вам должна сказать, вот наша ладонь, вот эти пропорции, вот этих фалангов, тоже говорят, какая функция как бы преобладает. Вот у меня довольно гармонично, то есть у меня первая, вторая и третья фаланга буквально одинаковой длины. У кого верхняя фаланга, у кого того духовная, вот эта интеллектуальная, у кого средняя, это эмоциональная, у кого нижняя, вот эта сексуальная, брутальная, там и так далее, и так далее, материальные такие. То есть знаки лежат во всём. Вот говорят, огромный квадратный палец на большом пальце, такой утолщённый, это палец уже потенциального убийцы человека. Вот. Есть такой палец с лопаточкой, мизинец, потенциальный воришка. Ну, в общем, очень много что есть. К сожалению, нам вот в России, когда я обучалась на психолога, это мы не обучали. А вот мой друг Казимир Пенширжевский, он как раз в Польше, он доктор наук, он все эти нюансы знал. То есть им там в Европе это преподавали. Ну, наверное, у нас, может быть, на каких-то факультетах отдельных. Потому что моя мама это знала, а она закончила после войны медицинский техникум. Она вот эти нюансы знала. Итак, что же получается? В этот период доформировывается ваше мышление, вы логик или творческий человек, и сексуальная сфера. Кто-то уже, начиная в начальной школе, начинает заниматься половой жизнью и даже рожает детей. Но в связи с высоким или низким, или средним уровнем развития, если высокие, то они так и живут потом, мальчик и девочка, вместе детей воспитывают и не бегают потом по разнообразию, не ищут. Если там средний и низкий, низкий это так, всегда бросают, всегда ничем не заканчивается, страсть, которая ничем не заканчивается. Вот, средний по-разному, когда зависит тоже от семьи, от психологических каких-то особенностей. И так складывается вот эта сфера. И потом, вы, проанализировав это, проанализировав свое телосложение, вы уже можете примерно понять, как вы устроены. И в этом опыте взаимодействия с огромным количеством одноклассников моя формировалась личность, индивидуальность, эмоциональный так называемый интеллект. Вы знаете, кто сейчас, которому придают огромное значение? И компьютеры нас сейчас опять лишают этого. Так вот, тогда, благодаря моим родителям, и моего брата, и у меня, был просто высочайший уровень эмоционального вот этого интеллекта. Мой брат вообще был блестящий, он поступил в МГУ, и он был всесторонне развитый человек, и математика, и химия, и физика, и литература, и пел, и играл, и танцевал в совершенстве, и спортом занимался, и в МГУ сразу поступил. То есть он был просто гений. Вот. А я такой гуманитарий. Я танцевала, играла на рояле, пела, рисовала, вязала, шила. И я пошла на худграф, такой гуманитарий. Хотя по математике, по всем предметам, у меня четверки были. Серединка, нормально. Соображала, но без гениальности. И так, получается, что вот таким образом в это время, и вы должны знать, мы уже кое-что понимаем у своих детек, и можете сейчас понять о себе. И так, таким образом вы можете, проанализировав, понять, почему у вас сложилось так или иначе сейчас в этой жизни. Особенно сексуальная сфера. Если вы вот такой брутальный, сексуально озабоченный, то соответствующая жизнь у вас складывалась. Если вы умеренные сексуальности и духовного роста такого приличного, то значит, у вас в этом плане будет всё более гармонично складываться. Семья, дети. Если вы высокого духовного уровня, то наоборот, это будет вторая половина. Это будут необыкновенные отношения совершенно с противоположным полом. Это будет совместное духовное развитие в этой жизни. Всё зависит от вашего уровня духовного развития. И в это время всё становится очень понятным. Мне, во всяком случае, теперь очень хорошо, понятно, почему я отличалась во дворе, почему меня никто не трогал, и почему я не была сексуально озабоченная. О чём, прошу, задумайтесь вы тоже. Будет тоже тест по этому поводу.